Мои хорошие, всем привет! Я закончила свою комнатку. Сегодня у меня для вас будет расклад для... Ой, гороскоп. Перепутала каналы. Бывает. Для всех знаков зодиака. Очень сильно просили, переживали. Простите, что я затянула, потому что я делала ремонт. Вот. Давайте начнём. С козерожек. Я не меняю свои традиции. Я не знаю, за вас, за нас, за российский газ. Так. Любовь к козероге. Работа. Общий фон. Для тех, кто в поиске. В паре. В ссоре. Ой, ребят. Ну, смотрите. Для тех козерогов, которые в паре с какими-то водными знаками зодиака. Это рыбы, раки, скорпионы. Вам следует что-то новое привнести в отношения. Ну, просто иначе тяжело пройдёт неделя. Что-то не хватает. Эмоций каких-то. Настроения, может быть, нет. Состояние какое-то угнетённое и так далее. По поводу тех, кто в поиске, здесь вам разобьют сердце. Ну, честно. Вот, если вы с кем-то общаетесь, вы узнаете, либо, что там есть ещё одна девушка, либо, что вообще ваш молодой человек нетрадиционной, да, ориентации. Ну, для гетеро это очень обидно. Ну, и даже для тех, кто LGBT, комьюнити, привет, вам всё равно будет очень неприятно что-то узнать, что вы не один человек у того, с кем вы общаетесь. Либо там ещё с кем-то любезничает человек. Ну, что-то неприятное. По поводу тех, кто в ссоре, здесь есть шанс на разрешение конфликта при условии, что вы будете как-то взаимодействовать с человеком. То есть вам тут нужно что-то сделать. Карта, говорят, вам надо сделать. Ну, и в плане любви вообще тут удача. То есть я думаю, что если вас на этой неделе от кого-то отведут, это только к лучшему. Вас к чему-то большему готовят. В плане финансов у вас денежные поступления, причём какие-то неожиданные. То есть, блин, откуда не ждали. Вот прям реально. Что-то будет прям такое. Типа что? Может быть, кто-то, знаете, кто он должен был, переведёт денег и так далее. То есть вы будете в шоке. Ну, кто давно был должен, допустим, да. Вот. В общем, фоном есть знакомство с королём кубков. Ещё король кубков — это удачные сделки. Для кого что, да, проиграется. Девы. Любовь. Работа. Общий фон для тех, кто в паре. В поиске. Сори. Так, где вы? Кто в паре, у вас будут резкие негативные перемены. Либо захочется закончить отношения, уйти. Потому что у вас общим фоном вышла карта поражения. Но она стоит ещё рядом с картой дел, работой. То есть, ой, вот не химичьте на этой неделе. Вот знаете, что я вам скажу? Не пытайтесь на этой неделе в плане работы что-то делать незаконное. Куда-то там нос свой выставлять. Не стоит на этой неделе вообще это делать лучше. Вот какие-то планы там ваши хитрожопые. Вот их прям отложите. Не надо на этой неделе их реализовывать. Ну, не надо. В плане любомной тематики для мужчин есть знакомство, да. Либо для девочек LGBT комьюнити. Есть тут рыбрак, скорпион, мадемуазел. И дядька есть, водолеевские близнецы. Но он больше проходит здесь как любовник для пары. И я могу сказать, вот вернёмся к паре, да, девы. Не позволяйте каким-то мелким бытовухам, каким-то мелким происшествиям. Не делайте из-за этого супер что-то серьёзное. Не стоит. Не стоит того. Здесь просто мелочи могут собраться во что-то крупное. В плане любви, для тех, кто в поиске, тут справедливость. Ну, тут кто ищет, тот найдёт. Тот, кто обидел кого-то, да, сделал больно человеку, вас тут накажут. Для тех, кто в ссоре, здесь без... Вот вам говорят, что ну за что ты борешься? Ну какой в этом смысл? Ну не нужно тебе это, ты больше отдаёшь, ты больше страдаешь. Тельце, любовь, работа, общий фон. Для тех, кто в паре, в поиске. Sorry. Так, для тех, кто в поиске, здесь вот кто искал тельцы супер что-то выгодное для себя, удобное, да, я бы сказала, отношения, вы их находите. Но вот остерегайтесь здесь, либо какое-то наблюдение за вами, и кто-то прям очень хочет с вами поругаться, что-то решить, какие-то дела серьёзные, какой-то очень серьёзный конфликт будет на этой неделе, либо очень серьёзный разговор, ну что-то неприятное. Для тех, кто в паре, здесь разочарование в партнёре, либо развод, либо расставание. Или очень, ну, тяжёлые какие-то супер моменты, может, вы даже разойдётесь, разъедетесь на какое-то время. Для тех, кто в поиске, ой, в поиске, господи, в ссоре, вы здесь почему-то будете тосковать по-бывшему, вы тут не будете тосковать по нынешнему партнёру, с кем вы в ссоре, вы как будто смотрите назад, думаете, как было хорошо, либо как бы вернуться вот туда, вот где я был, была. В плане работы здесь нет вариантов решения вопроса. То есть если вы думаете, что можно как-то решить, здесь только один выход, не ищите много. Вот не надо. Здесь нужно куда-то ехать и быстро что-то решать. Вот что-то куда-то прям переться надо, лететь просто. Водолея, любовь, работа. Общий фон для тех, кто в паре, в поиске, в ссоре. Ух, те, кто в поиске, смотрите, ой, смотрите. Водолея для мужчин здесь какая-то королева Пентакли есть, козерог девательец, либо мама такая, прям такая мама, шуфская женщина. О, нет, мама тут, тетя, есть главенствующая кто-то в плане чувств у вас, мадам. Решала такая, подружка, может, какая-нибудь боевая. Просто Гарсаму подходит, например. Ну, короче, шутки сутками. В плане тех, кто в поиске, здесь обратите внимание на ценности вашей семьи. Вот как заведено на традиции. Может быть, ну, кто-то вот мусульмане, да, татары, там, грузины. Обратите внимание, как надо, как стоит делать. Вот если вы прислушаетесь, прислушаетесь даже к советам семьи. Здесь просто больше на поиск любви идёт проведение с семьёй времени, а не поиск любви. Вот послушайте лучше, как стоит, как нужно. Вот как будто ваша семья вам хороший совет даст. В плане тех, кто... Это в поиске, я сказала. Те, кто в паре, здесь... Разногласия, которые уже давно, либо что-то накопилось, либо... Вот, короче, тут либо мирись, либо явись. Ни-су-у. Тут нет выхода. Здесь надо либо принять, либо уйти от человека. Те, кто... Ссорим. Ожидайте хорошие новости. В особенности те, кто долго ждал. Для тех, кто работает, да, ну, в плане вот работы, финансов, там, будущего, учёбы. Очень хорошая карта. Десятка кубков на эту неделю. Замечательная карта для работы, для того, чтобы расставить точки над «и», отношения, выяснить, да, с кем-то. В чём-то разобраться очень хорошая неделя. И для тех, кто... Ну, просто вот у вас общий фон умеренность. Здесь какое-то длительное ожидание. Кто чего-то долго ждал, получит. Кто ничего не ждал, у вас начинается длительное ожидание, отчего бы это ни касалось. Весы, любовь, работа. Общий фон до тех, кто в паре. Поиски. Ссори. Весы. Ну, прям. Значит, у вас в плане любви. Вам надо что-то проанализировать. Что-то вот из прошлого. Вот прям тщательно продумать, подумать. Десять раз. Кто-то из вас может, ну, например, да, о чём эта карта может говорить. И бежать в прошлое. Либо убегать от чего-то, прятаться. Ну, тут касается любовной тематики, да, отношений между людьми, любовь. Короче, вам... Либо кто-то страдает, да, из вас по кому-то. Вам нужно прям вот понять, что не стоит того. Не надо. Здесь прям не хватает вам веселья. Вот в плане поиска отношений вам нужно веселиться, а не искать отношения. Вам нужно наслаждаться. Здесь надо отдохнуть, а не искать любовь. А как будто кто-то из вас зациклился прям. Потому что тут есть депрессники очень жёсткие у людей. По поводу тех, кто в паре. Ой, у вас тут либо жена есть у мужика, либо тут вы в статусе как бы жены и есть любовница. Виска – это мадам, либо его мама, либо ваша мама влияет на ваши отношения. Нужно избавиться от какой-то женщины в вашем окружении, рыба-рак-скорпиона. Для тех, кто... Просто есть какая-то мадам, которая прям вот крутит, мучит. Для тех, кто в этом ссоре, здесь вам нужно взвесить, что вы выбираете. Ну, типа, какое решение итоговое для вас. В плане работы рано ещё говорить о том, что вы получите, о плодах. То есть надо ещё подождать. К сожалению или к счастью. И в общем фон у вас поездки либо за границу, либо просто дальние. Могут быть просто поездки весёлые, да, какие-то. Разъезды. Такая неделя, поездочек. Близнецы, любовь. Работа. Общий фон для тех, кто в паре, в поиске, в ссоре. Так, близнецы, кто в ссоре, вы тут... Человек ушёл. То есть тот, кто в ссоре, близнецы, вот всё, забыли вас. Вы либо тут обидели, либо больно что-то сделали. То есть тут человек прям всё, типа, точка, а-ля. Я не хочу больше. А вы тут в зависимости сидите. Причём от двух мужчин. Здесь есть Овен Лев Стрелец и Водолей Весеблизнецы. Овен Лев Стрелец может быть любым знаком зодиака, кстати, в качестве любовника. И Король Мечей может быть бывшим любого знака зодиака. Либо Король Мечей – это мужчина жёсткий у нас, агрессивный, да, который берётся в свои руки. Такой он серьёзный дядя. А Король Жезл – он такой разгульный, такой весельчак. Такой он с кем весело. Так вот, между двух огней прям чётко у вас карта даже вышла. Что тут вообще про работу? Ну, про работу всё. Уход-приход в ноль, короче, у вас. А вот между двух огней прям будете разрываться у каких-то мужиков. Тут на поиск любви страшный суд. То есть выбирай, давай уже, время пришло, хватит думать. У кого нет мужиков, они либо на этой неделе появятся, либо просто, понимаете, вы тоже такие интересные некоторые. Вот сидите, типа, да, ничего не делаете. Если думаете, где там любовь, где же моя любовь. Понятно, что она не на печке найдёт. Но тогда сидите, ждите. Чё? Просто тут я вижу ситуацию между двух огней сегодня. Для тех, кто в паре, тут обиды. И как будто человек, когда уже не надо будет что-то делать, что-то помогать, типа, прости меня. Ну, нет, уже не хочу. Львы, любовь, работа, общий ход. Для тех, кто в паре, в поиске, ссоры. Ой, те, кто в ссоре, тут, если в ссоре с женщиной, нужно ползти. Тут императрица, карта, состояние, я самая лучшая, я вообще, мне ничего не надо. Если с мужчиной поругались, то тут мужчина у вас женскими энергиями. То есть такой, типа, ну, я не буду ничего делать, пускай она делает, если ей что-то нужно. И тут очень много недомолвок, очень много недосказанного, очень много скопившегося, да, материала. Здесь надо очень много анализировать, если хотите помириться. В плане работы вам еще очень далеко идти, и вы очень много на себя ответственности взяли. Чересчур вы не потянетесь столько, сколько берете. Там, вам нужно раздать, там, маму попросить папу что-то помочь. Я не знаю, еще людей каких-то, да, напрячь. Одним нельзя. Для тех, кто в поиске, здесь за вас будут прям... Слушайте, недостойные люди будут за вас бороться. Они вам не нужны, но тут будет какая-то борьба, ну, не знаю, петушиные бои какие-то. И тут, вот, знаете, у вас будет состояние, не хочу, чтобы ты у меня отнял то, что у меня есть. Вот что-то беречь себя будете и все, что у вас есть. Для тех, кто в паре, вас обманывают. Причем очень жестко. Двухи и луна, и семерка мечей, и занесения. Стрельца и любовь. Работа. Общий фон для тех, кто в паре. В поиске. Сори. Значит, кто в ссоре, здесь есть очень хороший шанс на примирение, если тот, кто младше, пойдет на примирение. И будет все так же, как было. Вот так карты говорят. По поводу тех, кто в поиске, есть встреча с какой-то принцессой Жезлов. Либо встреча с любовницей. Либо он для стрельц, либо такая горячая штучка, девчонка. Для девочек здесь вы будете кому-то проявляться очень активно. Любовные прям. У вас будут эти страсти. Причем с каким-то этим королем Пентакли. Либо занятой женатик, либо козерог-девательец. Либо просто который в отношениях уже с кем-то состоит. В плане работы вы сами будете на этой неделе все делать, заниматься на вас. Ну, вы будете больше, что тут идет саморазвитие, занятия самими собой. В плане тех, кто в паре, в браке. Здесь можете куда-то поехать, полететь. Что-то вот разнообразие, какое-то веселье. Очень много вариантов, что поделать с отношениями. То есть, ну, грустить точно не будете. Овен, любовь, работа, общий фон. Ну, а те, кто в паре, в поиске, в ссоре. Еще общий фон у этих стрельцов, любовь, чувства, эмоции. Так, Овня, у вас те, кто в поиске, отказываетесь от поиска. Да, потому что, понимаете, что летом не успел, но все, буду ждать конца, а потом уже поищу, если надо. Для тех, кто в паре, здесь все стабильно, хорошо все очень, очень хорошо. Но тут что-то может досаждать мачеха, либо его мама, да, теща, свекровь. Ну, а кому-то теща. Для тех, кто в ссоре, очень высок шанс на примирение только потому, что человек, это, у меня дырка, мне нужна таблетка. И он там что-то заткнул себя уже кем-то другим. Что-то там есть либо общение, либо чувства к кому-то. Но вообще помириться можно только на выгодных условиях, так скажу. Для тех, кто, ну, вот в плане работы, финансов, какая-то вот мадам будет вам пытаться помешать, что-то как-то подсобить во всем. Либо вас будут разочаровывать. Но все закончится хорошо, положительно все будет. Рыба, любовь, работа, общий фонд для тех, кто в паре, в поиске, сори. Так, те, кто в поиске, здесь выгодные союзы на этой неделе у вас, выгодные какие-то общения с людьми, удобные отношения, я бы сказала, на этой неделе. И прям такие, знаете, со слежкой за человеком. То есть вы будете очень активно наблюдать, где человек, с кем, какой у него там, с кем он общался, встречался. Не знаю, вы что-то прям штудировать будете, если человека найдете. Ну, вероятность очень низкая, 50 на 50. Для тех, кто в паре, здесь долгосрочность, вот что-то, короче, придет. И вы сделаете еще правильное вложение, к слову. Ну, сообщение какое-то до вас дойдет, очень приятное, которое долго тоже шло, к слову. Для тех, кто в ссоре, здесь много вариантов, помимо вас, у вас тоже в целом, поэтому я не советую бороться за эти варианты. Ногти я сделала, когда в Москву приеду, вот этот ноготок свой, бедный, несчастный. В общем, по-моему, у вас вообще повешенное состояние, хочу, не хочу, сегодня хорошее настроение, завтра плохое. Какое-то странное, ну, будете ловить все эти странности какие-то. Ну, рыбы, не забываем, в плане работы у вас выгодное сотрудничество, хорошие сделки, предложения и удача. Ну, удача такая, типа, долгожданное что-то, за что боролись, но то и не поролись. Рыбы, раки, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, поиски, ссоре. Ой, смотрите, раки, те, кто в паре, у вас тут хорошо. То есть вы закрылись, абстрагировались, вы молодцы, вы создали хорошие условия для отношений, брака, семьи и удобства для себя самих и для человека, с которым вы. Очень хорошие карты, могут даже предложения сделать вам на этой неделе. Для тех, кто в поиске, не получится ничего, прям вот не дадут вам быть вместе, погубят вас вот то, что вы найдете на этой неделе. Скушение, что может быть даже, ну, что кто-то не хочет, чтобы у вас, короче, были отношения, вот так скажу. Хотя вы будете очень веселы на этой неделе, все у вас будет прям гнобить, угнетать. Для тех, кто в ссоре, вы, ну, бессмысленно ломаете голову, там, можно побороться, но надо с кем-то, чтобы еще кто-то вам помогал, подсказывал, направлял. И вообще проанализировать ситуацию можно даже к психологу походить. В плане работы вы на правильном пути, вы молодцы, вы все добьетесь. В общем, форум, еще раз говорю, либо отношения найдете, но вот для тех, кто в поиске, ну, прям трэш. Вот те, кто в трауре, прям вот, у кого там ссора с кем-то, вот они могут. А вот те, кто прям в поиске, Ваксим, Скорпиона, Любовь, Работа, общий фон для тех, кто в паре, в поиске и в ссоре. Так, для тех, кто в паре, у вас взаимопонимание, все хорошо, гармония, поддержка, мужчина наконец-то покажет свою силу, либо женщина тут покажет, кто тут хозяин дома, да. Для тех, кто в ссоре, разрешиться хорошо, но как будто на прощении, типа, я тебя отпускаю. Либо я тебе все отпускаю, но так будет тяжело это сказать. Для тех, кто в поиске, вам везет, наконец-то вы получите желаемое, но копию бывшего, потому что что просили, то и получили. Очень высокая вероятность возвращения из прошлого людей, очень, даже не нового, а прошлого какого-то дядю, императора, причем, даже, может быть, из-за нетого. В плане работы вот какая-то тайна у вас, либо с вами кто-то тайной поделится, но тут как будто что-то важное будете знать, секретное. Всех люблю, целую, всем пока.